Слотокинг. Ты по-любому у выгращей. Давайте посмотрим конкретные вещи. Значит, во-первых, что предлагает Арестович? Во-первых, Арестович предлагает коренным образом пересмотреть всю политику и предлагает объединиться с Путиным. Внимание! Объединиться с Путиным и вместе с Путиным идти против Запада. Давайте посмотрим этот небольшой фрагмент. Путиным другой разговор. К Путиным надо прийти и сказать, дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами. Но мы его заключим особенно хитрым образом. Мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе. И скажем замечательную вещь. Ребятки, давайте-ка мы... Алексей, Запад нам ничего не должен. Никому, ни тем, ни другим. Запад нам должен все. Поверьте мне. И мы должны сказать им замечательную вещь. Ребятки, ваша попытка опираться на структуры, сформированной в 1945 году и умершие в 1989, не работают. Нам нужно строить новую коллективную систему безопасности с учетом реальных интересов всех сторон. Реальных интересов всех сторон. Объявить конец истории. Развивать НАТО в сторону России, создавая ей реальную угрозу безопасности. По крайней мере, так они понимают. И мы не можем с ней не считаться, потому что они за это готовы убивать и умирать. А Запад не готов. Вы понимаете, прийти к Путину, договориться и сказать, что мы предъявляем коллективный иск от имени Путина и Украины, коллективный иск к Западу. Свежая идея. Понимаете, по уровню полета фантазии, это что-то вроде разделения рода людского на зверолюдей и тех, кто по образу подобию Божия. Ну, примерно на этом уровне. То есть, я представляю себе эту картину. Там, я не знаю, Зеленский, ну или, видимо, это уже должен быть Арестович во главе Украины. Он приходит к Путину и говорит, а давайте предъявим коллективный иск к Западу. Я думаю, что Путин от удивления согласится. Просто весь вопрос заключается в том, что дальше будет с Украиной. Впрочем, Арестович и на этот вопрос знает ответ, потому что, значит, он глубоко убежден, что Украина уже проиграла. И на самом деле, ну, на самом деле Украина уже проиграла. И поэтому, вот, надо строить совершенно новую политику. Давайте посмотрим, как... Там потрясающие мысли есть. Я хочу, чтобы вы это посмотрели, мы вместе это обсудили. Это смотрят сотни тысяч людей. Давайте посмотрим этот фрагмент видео. Реально национальные интересы. Мы проводили какую угодно политику. Нам, мы до 32 года проводили прозападную, но теперь, как это, нам предлагают проводить пророссийскую, а я предлагаю проводить проукраинскую политику. Посвященную национальным интересам Украины. Полностью. С ног до головы. Историческим, национальным. И так далее. Вот это мое предложение. И, возможно, оно звучит несколько неожиданно, но я, например, считаю, что нам нечего делать в ЕС. Потому что послушать заявления наших лучших друзей-поляков, которые все больше в кавычке это все хочется взять уже, судя по тому, что творится на границе, они говорят, давайте мы примем Украину в ЕС когда-нибудь, но так, чтобы 20 лет она не могла торговать своей агропродукцией, потому что убьет всю нашу эту самую. Страшный конкурент. Я бы думал, нафига она туда надо. Поэтому Украины уже нет. Та старая Украина, проект, который строился, одновременно моноэтничный и монокультурный, из границах 1991 года, это изначально было абсолютно нежизнеспособным. Проекты было только дело времени. Путин или Пупкин или Навальный, кто угодно, кто приедет сюда на танках, и как это, задаст все вопросы. Потому что история, когда ты от нее бегаешь, всегда приезжает тебе на танках. Или еще кто-нибудь, а не только россиян. И эта Украина труп. Она умерла. И мы сейчас находимся в ситуации, пусть мертвые охоронят своих мертвецов. Есть только один вариант выхода из этой ситуации. Предложить какую-то другую Украину. И эта другая Украина по-другому может себя вести внутри Украины и со всеми соседями, и дальними, и ближними, начиная с России, и заканчивая с Западом, США, ЕС. И по-другому с ними начать говорить. В полный голос, выпрямившись, с достоинством, защищая свои интересы. Вот что я предлагаю. А вот эта попытка гальванизировать, собирать 500 тысяч или 5 тысяч на защиту Украины, которой уже нет, которая умерла, она придет к тому, что реанимация будет стоить дороже, если она вообще состоится. И вот с этой новой Украиной Путин может договориться ко взаимной выгоде, если убрать идеологическую шелуху про нацистов, а просто поговорить о реальных интересах, взаимных, двусторонних, многосторонних, создав эту национальную, новую систему коллективной безопасности во всей Европе, а лучше в мире, что альтернативой будет новая 30-летняя война, в которой Запад проиграет. Он уже ее проиграл. Если он то же самое с собой не произведет, то есть радикально не изменится, вспомнив о своих основаниях, он ее проиграл уже, как Украина ее уже проиграл. Вот та Украина уже ее проиграла. Понравилось? Я совершенно не понимаю, в чем разница между нынешним Арестовичем, свежего разлива, и Януковичем, который отказался двигаться в сторону европейского, Европейского Союза. То есть нам не надо... Причем мотивы те же самые абсолютно. Абсолютно те же самые. То есть Арестович с такой риторикой, с такими идеями, ему безусловно надо бы как-то объединиться с Медведчуком, с Януковичем где-нибудь там в Ростове-на-Дону. Украины уже нет, надо нести новую. Что за новая Украина? Как она будет жить, если она отказывается в сторону? Единственное, понятно, что находясь вот в ситуации между Россией и Европой, если Украина не вступает в Европейский Союз, я так понимаю, и в НАТО, конечно же, и в НАТО тоже не вступает. То есть единственное, единственный путь этой новой России, новенькой, такой чистенькой, свеженькой, это, вернее, вот этой новой Украины, это внутри России. Вот никакого другого варианта из того, что предлагает Арестович, практически не существует. Новая, свежая, с достоинством, выпрямившись, и широким, бодрым, походным шагом, прекратив воевать, ведь надо же прекратить воевать, она отправляется просто-напросто, прямиком, в качестве еще нескольких субъектов Российской Федерации. Ничего другого, если все-таки отбросить вот эту вот словешную шелуху из идеи Арестовича, просто не следует. Вот. Ну и, наконец, последние, последние размышления, которыми занимается Арестович, это о том, что, значит, вот, как с Путиным надо разговаривать, что с ним должна новая, там же проблема не только, что новую Украину Арестович собирается создать, он собирается создать еще и новую Россию. И вот, насколько я понимаю, при живом Путине. и вот новая Украина с новой Россией дружно вместе шагают в светлое будущее. Давайте посмотрим этот фрагмент. Кто-нибудь из архитектора в этой бойне, скажите мне, зачем? Так, хорошо, как ее остановить, если Путин, вот, то есть, Путин способен, готов пойти на ваши условия? Я думаю, с ним надо разговаривать. С ним нужно разговаривать. И ставить вопрос исторический, метафизический, зачем, по большому счету, существует Россия, зачем существует Украина, и как нам дальше сосуществовать. Существовать и сосуществовать. Вот так вот нужно глобально сменить рамку. В старой системе мы не договоримся. В новую Украину снова Россия может договорить. не воевать. По крайней мере, если не идти вместе, допустим, никто не хочет идти вместе, окей, хотя бы не вредить друг другу. Не представлять друг за друга угрозы. Но только в рамках России и Украина это начало. Надо строить архитектуру в мире в целом. В Европе, начиная с Европы. Как так начать жить, чтобы решение вопроса военным путем не являлось по умолчанию не являлось вариантом. Были другие механизмы арпедража, реального решения накопившейся проблемы и так далее. Только не война. На войну все посмотрели. Еще хотите 10 лет войны? Да. Ну, в общем, вот такая вот история. Новая Украина, которая откуда-то возьмется, ударится об землю и станет новой. Правда, непонятно какой. Знаете, это из серии «Мудрые совы», которая дает советы «Мышам», станьте ежиками. Вот как-то так вот, станьте новой Украиной. Что за новая Украина? Откуда она возьмется? Какие хотя бы примерные ее очертания? Какие предпосылки для того, чтобы возникла новая Украина? Это все мелочь, это недостойно. Вот этот вот, так сказать, гипнотический шепот, он не про это. Он про какие-то магические заклинания «Новая Украина?» Еще более смешно выглядит идея «Новой России». Ну, так, на минуточку, а с Путиным он как-то обсудил, хочет ли Путин новую Россию? Все эти разговоры о том, что надо учитывать реальные интересы России. Какие реальные интересы России? Очень простые. Ликвидировать Украину, включить эту территорию в состав России, сменить власть, уничтожить как можно больше украинцев, ну, а дальше двигаться в сторону стран Балтии, двигаться в сторону, сейчас уже говорится о том, что необходимо присоединить к России страны Центральной Азии. А в чем проблема-то? Какая, собственно говоря, разница? То есть, у Путина явно идея гигантского расширения, собирания земель, идея захвата жизненного пространства, чисто фашистский рейх, и вот на этом фоне вот эти вот, понимаете, это же не какие-то маргинальные блогеры, какие-то маргинальные дилетанты, которые, ну, буквально только вчера, вот я вчера беседовал с человеком, который собирается идти в президенты, с Дунцовой, но она вчера только, вчера только, так сказать, попыталась войти на это поле, озирается, не знает, что, не знает, как сказать, путается, путается в показаниях, то есть, здесь все понятно, это абсолютный дилетант, но, вот, что касается Латыниной, Арестовича, вот, откуда это? Это, это результаты, я так думаю, что это результаты, я не думаю, что кто-то там заплатил Арестовича или Латыниной, ну, во-первых, я исхожу, всегда исхожу из презумпции невиновности, я не думаю, что это произошло, у нас нет доказательств, но я думаю, что это результат определенной, вот, это воздействие, вот, этой затяжной, застойной войны, когда не происходит ничего, понимаете, ну, год стоит, ну, фактически, почти год стоит линия фронта, и, в общем, а что-то говорить надо, а что-то писать надо, а нужно как-то это все комментировать, и вот отсюда рождаются вот такие вот панические идеи, ну, еще к тому же, вот, западная помощь, она не так стремительно поступает, и не в тех объемах, какие нужно, и вот по этому поводу развивается вот такая вот паника, нагнетается паника, и она встречает отклик в душах людей, потому что, действительно, люди, люди устали, кто-то устал, потому что, просто воюет беспрерывно, вот уже скоро два года находятся на линии фронта, это понятно, усталость, выгорание, ну, и устали хоронить своих боевых товарищей, кто-то устал ждать солдат с фронта, кто-то устал, значит, потому что, каждый день, каждый день ракетные и дроновые обстрелы, в том же Киеве, каждый день, буквально, летят ракеты, тоже усталость, понятно, от этого напряжения, кто-то устал, просто потому что, устал надеяться, устал бояться, устал тревожиться, а чем все это закончится, а никто не говорит, чем закончится, и вот, эта усталость порождает вот такие вот настроения панические, ну, дорогие друзья, это же, это понятно, но в то же время, ну, как-то так, истерику нужно как-то в другие, вот, панику, истерику нужно как-то купировать какими-то способами, там, я не знаю, кофе с коньяком, или еще что-то, или коньяк без кофе, ну, это уж каждого свои какие-то способы решения этой проблемы, но нельзя же это все выплескивать вот на гигантскую, на миллионную аудиторию, это как-то негигиенично, ну, все свое надо куда-то сливать в другое место, не обязательно им засорять эфир, в общем, короче говоря, это, это неправильно, я поэтому посвятил вот наш сегодняшний разговор тому, что, ну, вот такое вот есть, что называется, живем теперь по принципу осторожно Арестович, осторожно Латынина, и высоко ретят, свότεи, не обязательно, внизу. 궁 gewesen это на���ıyla, tight Василь justice, так и Consикла. на deductible, сложный, anie, определенныеją, темно, какой рис,